друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня мы и подведем итоги предыдущей недели и сделаем прогнозы на текущую неделю начнем с американского доллара который достиг уровня поддержки в виде уровня объема за июнь 22 года и здесь важное событие произошло фонды увеличили свою лонговую позицию то есть они перестали сокращать лонговую позицию и чуть-чуть даже ее набрали это хороший признак того что коррекция в ближайшее время скорее всего закончится конечно на набор позиции требуется некоторый промежуток времени но в целом у нас уже есть позитивные нотки в пользу разворот американской валюты пользу дальнейшего роста учитывая то что на предыдущей неделе было очень много всего интересного в том числе и фрс поднялись процентную ставку на 50 базисных пунктов как и ожидал рынок и в целом сказали что в дальнейшем с большей вероятностью жесткая монетарная политика будет продолжаться поэтому рынки начали снова закладывать высокую вероятность того что американский доллар по-прежнему будет продолжать расти поэтому в ближайшее время с большей вероятностью мы увидим подобный сценарий то есть не исключая варианта еще одного захода чуть пониже возможно даже с целью обновить минимумы за предыдущие контракты до собрать стоповую ликвидность и только после этого начинать двигаться вверх здесь важно будет наблюдать за развитием дивергенции кумулятивных дельт с текущего контракта то есть на текущий момент ее пока что нет да но в целом только контракт начал торговаться но нотки того что в ближайшее время возможен потенциальный разворот уже наблюдаются нам необходимо две-три недели понаблюдать за тем чтобы позиция у фондов продолжила расти и только после этого можно будет говорить о том что в целом действительно намечается разворот тенденции до этого момента нисходящая история еще продолжается фиксация прибыли еще продолжается не стоит забывать что сезонно период с начала января по середину февраля он для американского доллара достаточно сильный сезон поэтому до этого времени мы еще можем увидеть небольшую коррекцию это как раз то время за которое фонды успеют набрать себе позицию и после этого будут продолжать толкать цену дальше вверх посмотрим что у нас по европейской валюте основной конкурент американского доллара здесь мы видим что предыдущей неделе сохранился рост до в целом у нас продолжается тенденция восходящая в последнее время фонды продолжают накапливать лонговую позицию давайте посмотрим соточет здесь мы четко видим что фонды по-прежнему увеличивают лонговую позицию то есть они набрали 5000 контракта лонгов закрыли значительную часть шорт позиции фонды точнее фонды вот так накопили а вот хеджеры они очень достаточно агрессивно входили в рынок они и накапливали лонговую позицию и шортовую позицию не отставали также и не подотчетные трейдеры которые накапливали в основном шорт позицию я считаю что восходящая тенденция по европейской валюте в ближайшее время еще будет продолжаться учитывая то что дитя бы только взяли курс на поднятие процентных ставок это означает что в ближайшее время дифференциал ставок между и cb и фрс будет сокращаться сужаться и таким образом для европейской валюты это позитив так как это увеличит привлекательность активов номинированных в евро да и таким образом поддержит курс евро евро на международных рынках таким образом до момента пока фонды не начнут сокращать свою позицию лонговую есть смысл продолжать использовать лонговый сценарий швейцарский франк плюс-минус аналогичная история если мы посмотрим на соточеты то здесь сильно ничего не поменялось у нас по-прежнему фонды как бы не сильно-то активничаю до 1000 контрактов шортовых набрали лонговых практически нет хеджеры плюс-минус одно и то же неподотчетные трейдеры чуть больше в лонги заходят и швейцарец в целом двигается как и европейская валюта корреляция здесь налицо до плюс-минус одинаковые и рост и снижение поэтому я считаю что швейцарец по-прежнему будет следовать за европейской валютой на прошлой неделе банк швейцарии также поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов все центральные банки подняли на прошлой неделе процентную ставку на 50 базисных пунктов только на позапрошлой неделе австралийский банк поднял процентную ставку всего лишь на 25 базисных пунктов таким образом мы видим что австралийский доллар чувствует себя значительно слабее предыдущих валют, то есть он вообще не вырос за последнее время, за последних несколько недель и с большей вероятностью текущая вот эта небольшая тенденция она будет сломлена и мы увидим закрепление под уровнем объема. В последнее время мы видим, что открытый интерес не такой высокий, как в первые дни после предыдущей экспирации. Скорее всего участников рынка пока нет предположений насчет того, в какую сторону будет двигаться австралийский доллар. По сототчетам мы видим здесь тотальное закрытие позиций, неподотчетные трейдеры взяли небольшой шорт, хеджеры взяли небольшой лонг, а так в целом только закрывают позиции, поэтому здесь пока ничего интересного не происходит. Я по-прежнему считаю, что сырьевые валюты в ближайшее время будут чувствовать себя чуть слабее своих собратьев. Новозеландский доллар показал неплохую тенденцию, да, то есть по сравнению с австралийским долларом он чувствует себя значительно сильнее, поэтому кросс-курс австралиец против новозеландца по-прежнему расходится. Если мы посмотрим на статистические данные, то вот в Новой Зеландии вышли данные о том, что ВВП вырос, причем существенно вырос, я считаю это как раз таки и поддержало курс новозеландского доллара на международном рынке, плюс американский доллар чуть-чуть слабел, поэтому новозеландец воспользовался этой возможностью. Какая красивая техничная тенденция вверх, согласитесь. Но, как я и говорил по австралийскому доллару, я считаю, что в ближайшее время сырьевые валюты будут чувствовать себя слабее остального рынка. Канадский доллар. Так, давайте по новозеландцу посмотрим соотчеты. Здесь мы, в принципе, видим, что плюс-минус одинаковые позиции открывали все категории участников. И фонды, и хеджеры плюс-минус одинаковые позиции накопили. Имеется в виду, что плюс-минус такой же лонг, плюс-минус такой же шорт. Чуть-чуть в пользу шорт позиции. А вот неподотчетные трейдеры чуть больше лонговую историю разрабатывали. И таким образом, я считаю, что как раз-таки неподотчетные трейдеры и станут тем топливом, за счет которого будет развиваться нисходящая тенденция. Поэтому здесь все, что нужно дождаться, это реализация рыночного спроса, когда много покупают, а цена не растет. И тогда это будет хорошей отправной точкой для среднесрочной шорт позиции. Канадский доллар отрабатывает шорт-приоритет, который появился в этом месте. Пока здесь все без изменений, таргет это обновление, вход вот в эту область, да, закрепление под уровнем объема. И, конечно, было бы круто увидеть закрепление под локальным минимумом, да, сбор ликвидности. Здесь мы видим, что попытки поднять цену за счет рыночных покупок не увенчались успехом. Я считаю, что это как раз и такие и закрытие шортовых позиций, в том числе и покупки по рынку. И вот как раз это и сформировало такой дисбаланс кумулятивной дельты по объему. В ближайшее время с большей вероятностью канадец продолжит свою тенденцию. Ставку они также подняли на 50 базисных пунктов, как и все. Британские пункты, это интересно, это чуть более интересно. Если мы посмотрим на сот-отчеты, то мы увидим, что по британцу в основном хеджеры закрывали свои позиции, да, много закрывали, фонды открыли плюс-минус одинаковое количество контрактов, чуть больше в шорт, неподотчетные трейдеры активно накапливают лонговую позицию, закрывают шортовую позицию. То есть вот как раз неподотчетные трейдеры воюют против фондов, по сути. Как вы думаете, кто из них победит? Вот, по британцу, как я и говорил ранее, я рассчитываю на то, что вот этот уровень за июнь 2020 года он станет вершинкой, да, это тот уровень сопротивления, выше которого с большей вероятностью британский фунт сильно не пойдет, даже с учетом того, что по европейской валюте хорошие прогнозы, и с большей вероятностью мы как раз и увидим небольшую коррекцию, как раз в рамках вот этой тенденции до уровня лимитного спроса, который был определен нами ранее, это уровень 1.14, это существенный ход цены, да, к этому уровню, поэтому здесь будет на чем разгуляться, будет диапазон, в котором можно будет поработать. И, в принципе, да, здесь вот красиво вырисовывается даже техническая фигура голова и плечи. Фонды и хеджеры по чуть-чуть, по чуть-чуть уходят все больше в шортовую область по факту предыдущей недели. Японская иена продолжается, восходящая история, Банк Японии поддерживает, а, кстати, и они будут принимать решения по поводу процентной ставки на этой неделе, да, вместе с Китаем. Судя по ожиданиям рынка, ни Китай, ни Японская иена не планируют менять свою монетарную политику, поэтому с большей вероятностью ничего не поменяется, и Банк Японии это тот банк, который ничего не поменялось за последних 6 лет. За последних 6 лет монетарная политика не менялась, менялся размер QE, который они проводили в какой-то момент чуть больше, в какой-то момент чуть меньше, но ставку ключевую они не меняли, и с большей вероятностью и в этом месяце они ничего не поменяют. Поэтому по японской иене сильных потрясений ждать не стоит, здесь в основном все будет зависеть от стоимости облигаций. Стоимость облигаций в последнее время растет, вот и японская иена подтягивается вверх, это становится хорошим драйвером. Обновление локальных максимумов свидетельствует о том, что с большей вероятностью тенденция будет продолжаться, фонды по-прежнему по чуть-чуть накапливают лонговую позицию, пускай путем закрытия своих лонговых и шортовых позиций. Если мы посмотрим на соотчет, вы увидите, что здесь в основном закрывали шортовые позиции, хотя лонговые тоже закрывали, фонды, да, а вот хеджеры в основном закрывали лонговые позиции. Неплохо японская иена за последнее время подросла, поэтому они по чуть-чуть фиксируют свой профит. С большей вероятностью мы как раз до конца года и увидим продолжение восходящей истории. Я рассчитываю на то, что в ближайшее время мы увидим обновление вот этого максимума, который очень сочно смотрится, за которым спрятано огромное количество стоповой ликвидности и вот как раз таки охота за этой стоповой ликвидностью и подтянет цену повыше. Поэтому потенциал хода вверх еще сохраняется. Биткоин и эфириум в целом продолжают свою боковую историю. Мы с вами говорили о том, что в среднесрочной перспективе особого смысла рассчитывать на лонг по крипте нету, но вот по эфириуму была интересная ситуация. У нас здесь скоплено существенное лимитное сопротивление и я рассчитывал на то, что при пробое, при разборе этого лимитного объема, который стоит в стакане, у нас продолжится восходящий импульс. И здесь все было круто. Данные по инфляции в США вышли, крипта и фондовые рынки полетели вверх, все супер, 3 или 4 даже процента после пробоя отметки 1300 эфириум смог все-таки преодолеть, но дальше сил уже не хватило. Заседание ФРС, рынки получили то, на что рассчитывали и в целом на каких ожиданиях дальше удерживать свою лонговую позицию было непонятно, поэтому все ринулись продавать свои позиции, фиксировать результаты, так как не получили чего-то сверх оптимистичного. То есть если бы ФРС и глава ФРС Джером Павел сказали о том, что окей, в ближайшее время мы планируем сокращать темпы ужесточения монетарной политики, возможно в ближайший год мы перейдем к стимулированию экономики, то вот тогда бы крипта действительно ожила. А так в целом драйверов для дальнейшего роста не было, поэтому и произошла фиксация прибыли. Закрепление выше вот этого накопленного объема, да, это отметка 1140, будет свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы еще потащим, ну, рынок потащит еще цену вверх, то есть сила у этого тренда еще есть. Накопление было существенным, пока разгрузить весь объем не получилось. То, что кольнули верхний уровень, да, пробили его, но закрепили все-таки ниже этого уровня, да, ниже этой области сопротивления, это как раз свидетельствует о том, что собрали пока стоповую ликвидность, возможно кого-то еще заманивает. Но в целом пока что все складывается в пользу роста криптовалютного рынка в краткосрочной перспективе. Но если посмотреть на долгосрочную и среднесрочную перспективу, то мы увидим то, что ФРС уже не так агрессивно повышает процентную ставку, это раз. Во-вторых, я очень сильно жду данные по агрегатам денежной массы M1, M2 в большинстве стран, да, у которых криптоэдопшен произошел. И вот тогда можно будет проанализировать, насколько изменилась, вот насколько изменилась денежная масса. Если она хоть чуть-чуть подросла, это будет позитив для рынка крипты. Если она не упала, это тоже будет позитив, но не такой яркий, как вы понимаете. Поэтому в ближайшее время я рассчитываю на то, что крипта покажет хорошее движение вверх. И до этого момента, до момента выхода данных по агрегатам, я рассчитываю на лонг-сценарий. Уже после выхода данных можно будет пересмотреть свой прогноз. Если, ну как я и говорил, если хоть чуть-чуть M2 подтянулись вверх, не упали, тогда можно будет продолжать рассматривать лонговые сценарии. Если же они по-прежнему снизились, то никаких лонг-сценарий нет, только среднесрочные шортовые истории. Мне сильно нравится то, что здесь накопили большой объем вблизи уровня объема, небольшой прокольчик, и дальше можно будет двигаться вверх. И в целом, если смотреть по рынку, то объем бит спроса, то есть лимитного спроса в рынке вырос. И это нам говорит о том, что продавливать цену ниже без каких-либо существенных катализаторов будет дороже. Поэтому поэтому я жду более высоких отметок, и дальше выйдут новости, и дальше можно будет рассмотреть сценарий среднесрочных шортов. Так, по золоту мы видим, что тенденция чуть-чуть затихла. Мы вошли как раз вот, уже вошли в тот промежуток времени, когда сезон золота показывает хорошее движение вверх. И я рассчитывал на то, что заседание ФРС даст более глубокую коррекцию. Я рассчитывал на то, что мы увидим более низкие сладкие цены, по которым можно будет взять лонговую позицию, но пока такого не произошло. Я рассчитываю на то, что первая половина текущей недели она будет под давлением ребалансировок позиций, подготовка к важной экспирации, которая произойдет в конце года. Это в целом и важная экспирация была и 16 декабря, но ближе к концу года будет происходить ребалансировка портфелей с учетом той и новой информации, которую предоставили ФРС и другие центральные банки. И, соответственно, в этом плане золото покажет еще волатильность, на которой можно будет зайти по более выгодным ценам. Максимально сочные уровни – это как раз уровни от нового фьючерсного контракта, это приблизительно 1750. Вблизи этого уровня хотелось бы увидеть спрос лимитных покупателей. Это будет хорошая возможность взять небольшую позицию. Дадут чуть пониже, можно будет добирать, но, скорее всего, рассчитывать на значительно ниже цены уже не придется. Поэтому буду рассчитывать на спекулятивные входы, которые буду переводить в более среднесрочные позиции, потому что рано или поздно получится поймать сочную цену, выставить стоп в безубыток и просидеть всю эту тенденцию с хорошим объемом. Если нет, то получить стоп-ордер в безубытке. Так, нефть. Здесь существенный отскок, хотел сказать небольшой, но нет, существенный отскок. 10% он произошел, достигли отметку 70 долларов. Как я говорил ранее, это бесплатный путь опцион, по сути, в США, который планирует пополнять свои запасы стратегические. Поэтому достаточно популярная стратегия сейчас – это покупать вблизи уровня 70 с расчетом на то, что цена не упадет ниже отметки 58 в ближайшее время. И здесь есть сразу несколько факторов. Это, во-первых, восстановление экономики, потому что уже не так сильно давят, с большей вероятностью экономика как минимум останется на текущих же уровнях. А Китай начинает стимулирование и, соответственно, спрос на нефть вырастет. Это первая идея. А вторая идея – это то, что США будут восполнять свои запасы, поэтому будет поддержка. И я считаю, что среднесрочная перспектива по нефти достаточно интересная. И здесь есть смысл рассмотреть те продукты, которые рассчитаны на рост нефти в ближайшее время. И как раз в этом промежутке ценовом есть смысл накапливать свою позицию. У нас плюс еще и появился практически шорт-приоритет по сот-индексу, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть неплохой рост. И только после этого сойдутся показатели в нейтральную область, и мы получим шорт-приоритет. А до этого времени мы еще можем увидеть более серьезный рост в район отметки 87. Это вот как раз предыдущие уровни объема. Здесь как раз существенное накопление объема было. Окей. Дальше у нас медь, которая, в принципе, болтается в боковике. Здесь ничего интересного. Мазут двигается вместе с нефтью. По чуть-чуть спред начал сходиться. Так. Газ без изменений. Я рассчитываю на дальнейшие снижения. Ну, те истории, которые вот происходят, да, вот такого рода спекулятивные позиции, они очень даже интересны для внутридневной торговли. Но для среднесрочных позиций здесь пока нету дополнительных факторов. Внутри дня супер. Можно использовать пин-бар с большим объемом в верхней части, с контратакой на внутридневных таймфреймах. Супер. Можно заходить. Но среднесрочно пока здесь, как вы видите, не было такого яркого дисбаланса, который бы заставил прям суперинтересно зайти в шорт. Серебро чувствует себя чуть лучше. Золото здесь пока не спорю. Нахожусь в шорте по серебру, в ланге по золоту. И пока эта конструкция меня не сильно радует. Так. Пшеничка достигла своих уровней. Здесь уже больше пока. Ничего интересного не происходит. Фондовый рынок. На момент выхода данных по инфляции фондовый рынок сильно ожил, пробил свои максимумы, пробил уровни объема, обновил максимум за тот фьючерсный контракт. На самом деле он там еще длился. За предыдущий фьючерсный контракт максимум был обновлен по фьючерсу как минимум. Собрали стоповую ликвидность. Здесь все максимально круто. И как я говорил, шортовая история – это суперпозиция для шортовой истории от этих уровней объема. Импульсное движение на хороших данных от ФРС, на том, что подняли процентную ставку только на 50 базисных пунктов, а не на 75. Инфляция начала снижаться. Вроде бы все супер. ФРС победили инфляцию, но рынок этого и ожидал. Это не было суперпозитивным. Это было в рамках ожиданий. И вот данные по ВВП в ближайшее время будут выходить. Ожидается тоже, что ничего сильно не поменялось. PMI данные будут выходить. Тоже ожидается, что конъюнктура рынка экономики сильно не поменялась. Поэтому на текущий момент акции еще будут слабые до момента стимулирования. Им нужно еще привести в порядок свою отчетность перед новым сезоном отчетности, потому что инфляция до сих пор сжирает значительную долю прибыли. И здесь важный еще нюанс, что как минимум квартал компаниям еще будет сложно показывать хорошие результаты, потому что инфляция падает, а их доходность, их выручка так быстро расти не будет. То есть, если инфляция упадет, к примеру, на 5%, опустится на 5% до таргета ФРС, то доходность компании не вырастет на 5% так быстро. Потому что у потребителей уже чуть-чуть меняются привычки. Они уже больше денег сохраняют, меньше тратят. И таким образом, к тому моменту, пока потребители начнут тратить больше, инфляция уже снизится. И только тогда для компании начнется хороший промежуток времени, когда они смогут показывать действительно рост выручки по сравнению с инфляцией. И этот промежуток времени еще будет сопровождаться дальнейшим снижением. Это чуть-чуть может поддавить еще крипту, но в целом дальнейшего глубокого снижения по фондовому рынку я не жду. То есть, максимум, на что я рассчитываю, это 3600. Минимум, на который я рассчитываю, это 3600. То есть, вот к предыдущим локальным минимумам за предыдущий фьючерсный контракт. Но чтобы глубже, ниже провалиться, нет. Поэтому я начну набирать лонговую позицию вблизи уровня объема. Это будет хорошая возможность добрать. И дальше вот до 3600 в целом вот этот диапазон мне будет интересно, если не поменяются вводные данные. Поэтому здесь уже лонг-приоритет приближается. И вот плавно-плавно я свою шортовую позицию буду сбрасывать на уровне объема. Я практически всю сброшу и дальше маленькую часть просто оставлю, чтобы, если что, перекрыло дальнейшее движение вниз. Если смотреть на соточеты, то там сильно ничего не поменялось. Вы, в принципе, это видите и по данным в нашем индикаторе. То есть, сильно не поменялись позиции ни у фондов, ни у хеджеров. Там даже чуть больше хеджеры накапливали шортовую на самом деле позиции. Фонды в том числе чуть более шортовую. Чуть-чуть лонга набрали по NASDAQ. Вот, чуть-чуть лонга набрали по NASDAQ. Открытый интерес пока нас не интересует, пока новый контракт начал торговаться. Сейчас оно подгрузит. Там чуть-чуть буквально больше лонговой позиции набрали по NASDAQ, нежели там по S&P, либо Russell. И в целом это круто. То есть, на технологический сектор делают упор, делают упор на то, что вот такого рода компании будут расти чуть быстрее за счет того, что у них высокая бета. Если рынок будет стоять на месте, либо подрастать там 1-2% за ближайший месяц, то NASDAQ сделает чуть больше. Поэтому там аллокация значительно подросла с расчетом на то, что ФРС не так агрессивно будет уже скачать монетарную политику. Так, окей, пока оно там грузится. Давайте мы посмотрим Dow, который показал нам неплохую ситуацию. Попытка контратаки покупателей от уровня объема. Здесь, как вы видите, Dow Jones рос значительно сильнее за остальные индексы, потому что производителям удалось переложить на покупателей инфляционные издержки, в отличие от NASDAQ, от компании технологического сектора. И здесь как раз появляется хорошая возможность для того, чтобы присоединиться к лонг-сценарию. Открытый интерес существенно вырос за последнее время. Это хороший признак того, что возвращаются в этот рынок и попытки контратаки и по количеству, и по объему. Это хороший признак того, что в ближайшее время, если рынок действительно будет разворачиваться, то Dow будет разворачиваться значительно активней, значительно быстрее. По Russell мы видим, что попытки продавать не увенчались успехом. То есть вот эта конструкция, она чаще всего разворотная. Вот как раз, когда у нас большой объем в нижней части свечи и два больших объема в верхней части свечи. Вот такой смайлик получился. Это чаще всего разворотная конструкция. Здесь важно держать в голове уровень 1780 и с этого уровня можно будет пытаться брать среднесрочный лонг. Поэтому что быстрее сделает движение? Либо S&P 500 опустится к уровню объема, либо Dow Jones сформирует подтверждение этой точки выхода, либо Russell. Здесь в целом плюс-минус одна и та же история будет. За счет того, что Russell чуть более волатилен, у нас стоп чуть подальше, получится, что объем чуть поменьше. И на выходе, когда движение все-таки восходящее произойдет, прибыль будет одинаковая. Только за счет того, что варьируется объем входа и размер стоп-ордера. Так, золото-серебро. Здесь мы видим, что серебро в целом чувствует себя очень даже неплохо с начала месяца. И здесь была попытка обновить локальные максимумы еще раз в тот момент, когда золото вообще даже не пробовало этого делать. Сейчас расхождение среднее, и в целом ничего сильно не поменялось. Так, у нас здесь чуть-чуть нужно поменять. Секунду. Неплохое расхождение было нефть против мазута. вот в этот момент, да, когда нефть обновила свой локальный максимум, а мазут был далеко от него, дальше было подтверждение несколько. Но сейчас уже, в принципе, сошлись, полностью сошлись эти спреды. Так, S&P, ну в целом по кросс-курсам там сильно ничего не поменялось. Вот самое болючее это то, что австралиец против новозеландца здесь сильно не сходится, да, даже чуть-чуть расходится за счет слабости австралийского доллара. И в целом обновление локального минимума для меня будет хорошей возможностью добрать позицию, так как расхождение здесь в рамках месяца, грубо говоря, в рамках чуть больше, чем месяца, значительное, да, около 5%. Хотя среднее расхождение 1,2%. Поэтому таких масштабных расхождений в последнее время не было, и этим стоит воспользоваться. Здесь есть смысл продолжать эту торговую идею. Британец против австралийца и канадца продолжают торговую идею. Против австралийца в рамках предыдущего месяца вход один раз на месяц, и британец против канадского доллара в рамках текущего месяца появилась хорошая возможность поработать на сближение. Поэтому начал эту позицию снова. Предыдущая закрылась по стоп-ордеру. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, пишите в телеграме, подписывайтесь на наш телеграм, поставьте лайк этому видео, если узнали для себя что-то новое. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги этой торговой недели. Надеюсь, все будет прекрасно. Помните, что мы входим в период низкой волатильности, и в ближайшее время могут быть достаточно интересные движения, так как многие ребалансируют свои позиции. Часто происходит резкое движение вверх, потом резкий откат вниз. И в целом в рамках дня ничего не поменялось, но большая шпилька вверх. Не стоит рассматривать такого рода шпильки, как разворотные истории, так как это банальное закрытие позиций и ребалансировка в портфеле. Всем счастливо, до встречи.